Папа продает паспорт, потому что это ограничение свободы цыганского паспорта. Мы приехали на орнитологическую карту, я сотрудник станции, я вам расскажу, чем здесь орнитологи занимаются. На Курской косе уже более 100 лет профессионально изучают птиц. И так получилось, что сама Хасаб идеальное место, одно из лучших мест в Европе, пожалуй, в мире для изучения иммиграции птиц. Это настоящий мост, по которому птицы летят во время своих перемещений. Девять месяцев в году птицы используют этот кратчайший путь через птиц. Больше всего птиц летят на косой луфе. И это неудивительно. Направление косы совпадает с направлением осенней иммиграции птиц. С севера и востока на юго-запад. Коса протянулась, и с севера и востока на юго-запад в этой части Европы основное направление осенней иммиграции. Весь поток птиц, который летит до южного берега Балтийского моря, ширина этого потока достигает 40 километров. На косе сужается по ширине косы. И здесь, например, ширина косы 600 метров. И в хороший осенний день над косой пролетают около 20 миллионов птиц. Это много, это не осталось незамеченным. Местные жители стали птиц ловить и использовать пищу. В 1901 году здесь была открыта первая в мире орнитологическая станция, немецкая станция Фабельварта Расситон. Эта станция стала известна всему миру благодаря кольцеванию птиц. Кольцевание птиц было придумано в Дании, датским школьным учителем. Этот человек придумал делать кольца, надевать их на цевку птиц, на то, что мы называем куриная лавка, на цевку, и на кольце писать свою фамилию, свой почтовый адрес и номер. Но оказалось, что сообщения о находках таких птиц, сообщения приходят господину Мортенсу на попочке. Но именно здесь, на Курской косе, кольцевание превратилось в настоящий научный метод. Это был первый научный метод для изучения живых птиц в природе, потому что для кольцевания птицу не нужно убивать. И здесь, на Курской косе, собственно, три главных аспекта кольцевания птицы были впервые опробированы. Но при помощи кольца мы можем узнать, куда птица летит. При помощи кольца мы можем узнать, сколько птиц живет. И кольцо нам позволяет отличить одну птицу от другой в рамках исследования.